Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня 14 октября, и своеменины в этот день совершают христиане, нареченные в честь святых. Романа, Саввы, Алексея, Михаила, Александра, Георгия, Николая, Иоанна, Феодора. Мир и благословение Божье, да пребывают с вами, дорогие именинники, радости вам и мира на Духе Святом. А еще сегодня очень радостный и любимый праздник для русской земли. Причем это подчеркиваю, потому что там, где он отмечал свое событие, то есть в Византии, его празднуют гораздо в меньшем масштабе, чем у нас на Руси. Хотя история праздника, она весьма необычная. Сегодня покров Пресвятой Богородицы. В X веке наши далекие дикие предки в очередной раз осадили Константинополь. И так бывает, что во времена более-менее терпимые человек проявляет теплохладность, равнодушие или какую-то самоуспокоенность. Ну, в надежде на то, что и так все хорошо будет дальше. Но как тревога, так до Бога. Жители Цереграда оказались в такой сложной жизненной ситуации, в смертельной опасности. Они собрались в Влахернском храме на богослужение. И слезно просили Господа, его предчистую матерь, о заступничестве усердном рода христианского. Святый, блаженный Христораде Юродивый Андрей, он, кстати, тоже наш земляк, но христианин, молился в это время в храме и вдруг видит чудное видение. В притвор по воздуху вошла Пресвятая Богородица в сопровождении апостолов, дев, мучеников и соннов ангелов. Прошла через весь храм. Андрей, потрясенный этим видением, говорит своему ученику Епифанию, «Видишь ли ты сие?» Он говорит, «Да, отче, вижу и ужасаюсь». Пресвятая вошла в алтарь, встала на колени перед Святым Престолом и долго слезно молилась своему Сыну и Богу Нашему. Затем, встав от молитвы, сняла с себя покров, покрывала и распростерла его над всеми молящимися, как некую благодатную защиту. Через некоторое время это видение исчезло, но благодать Божья осталась в сердцах людей, а в истории сохранился этот праздник покрова Пресвятой Богородицы, через который в очередной раз христиане были спасены, в этот раз от язычников были сохранены молитвами Пресвятой Богородицы. Многократно и многообразно являл Господь свою милость по ходатайству Его Пречистой Матери, даже порой вопреки своей воле. Ну, например, есть такой удивительный образ, Пресвятой Богородицы называется «Отрады и утешение». История вот такова. На нем изображена традиционно Пресвятая Дева с младенцем на руках, причем младенец ручкой закрывает Богородицу уста, а та его ручку так в сторону отводит. А дело было так. Один монастырь, навлекший на себя справедливый Божий гнев нерадением своих жителей, должен быть был разорен, и за ночь к его стенам собралась шайка разбойников, которые поутру при открытых монастырских вратах должны были ворваться и разорить монастырь. Один из немногих благоговейных иноков молился и видит, как икона Божьей Матери изменилась, и сын, обращаясь к ней, говорит, а точнее Пресвятая Богородица говорит иноку, что вы утром двери не открывайте, потому что там разбойники. А младенец обернулся на Божьей Матери, говорит, зачем ты предупреждаешь, ведь они нарушили заповеди, и они справедливо должны быть наказаны, не предупреждая. А Божья Матерь смиренно ручку в сторону отводит и вновь с любовью говорит эти слова. Инок рассказал братьям, и благодаря этому жизнь монахов и монастырь был сохранен. А икона, она так и осталась в том состоянии, в котором ее видел монах. Это рада и утешение. Божья Матерь, она умеет прощать, умеет и спрашивать прощение у сына своего, нашего Господа, нашего Судии. И здесь нам с вами, дорогие мои, нужно освоить очень важную и дивную науку. Дело в том, что прощение нас Богом прямо пропорционально или напрямую зависит от умения прощать наших ближних. Причем прощать так же, как Господь нас прощает. Не внешне формально, а по сути, от всего сердца. Я некоторое время назад обращался к вам, дорогие телезрители, с просьбой не отказывать в интересных историях, которые в вашей жизни происходят, обычной, житейской. Потому что мы все одинаковые, все мы живем одинаково. Даже если в чем-то или во многом отличаемся, на души, созданные Богом, они у нас у всех очень похожи. Ну потому что по одному образом мы все созданы и должны прийти к этому одному подобию. В нас должны быть те же чувства, что во Христе Иисусе. И те же силы души, и те же страсти. У кого-то в большей степени, одна у кого-то другая, но в общем мы очень друг на друга похожи. И вот Анастасия прислала такую коротенькую зарисовку, но очень важную. Я хотел бы с вами этим поделиться. Мы в жизни часто очень ссоримся. И вот поссорилась она со своей, получается, свекровью, мамой, мужа. Сильно, резко, много наговорили. А человек церковный, человек православный. Время причастия наступает. И на душе плохо. И понимаю, что что-то нужно с собой сделать, но потому что нельзя так идти. Потому что перед причастием мы читаем молитвы. То есть, если что, имеешь на кого. Прежде примирись о тебя, печалившем. И вот она переступает через себя, в осознании того, что это для нее подвиг, труд. Звонит маме. Мирится. Но, как правило, это бывает формально. Ну, для успокоения совести. Потому что так положено. Выполнить закон. Просила прощения. С чувством, собственно, достоинства, что молодец. А на душе мира не пришло. Пошла на исповедь. Но перед этим всю ночь мучилась. Потому что отсутствие мира — это признак потери благодати и непрощения от Бога. И ну, как прорвало. И обида, и тщеславие, и самооправдание. Хорошо, что батюшке все рассказало, все как было. Батюшка поругал, а потом Господь ведь он ведет на этом пути. Открыла книжечку Авва Дорофея, где святой очень просто, понятно, говорит о самых главных вещах. О самоукорении, о неосуждении ближних. Настолько эти слова заторонули сердце, что второй раз, когда она позвонила маме, она попросила прощения от всей души, от всего сердца, искренне, с самоосуждением, с пониманием, что я во всем виновата. И в душу пришел мир. Мир, о котором Господь сказал, что мир мой даю вам. не так, как мир вам дает, а особым образом благодатно. Ведь очень часто бывает, что вроде как мы стремимся выполнить правила церкви, и вроде как делаем все правильно, а до души наша правильность не доходит, вроде умом успокаиваемся, что примирились. А сердце не обретает мир, и через это благодать Божья. Вот удивительная возможность каждому человеку познавать себя, ну потому что та радость, которая дается Богом за искреннее прощение, за осознание своей вины, своей нищеты духом, она не может быть ни с чем земным сравнима, ни с чем перепутана, потому что это особое состояние благодатствованной души, и каждый из нас достаточно богат, чтобы приобрести это сокровище, надо только научиться смотреть на себя, так как Господь очень часто на нас смотрит, видя наши немощи, видя наши болячки души, но тем не менее сожалея, любя, снисходя, дай Бог за молитву Пресвятой Богородицы, за ее великую милость и всепрощение к нам немощным, чтобы мы научились прощать, помогая нам всем Господь. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин